Старые сладкоежки называют их швейцарскими рулетиками. Воздушные пирожные с джемом и кремом внутри. Вначале на фабрике пекут бисквит, а они выпекаются в виде длинных лент. Эти подвижные руки выравнивают ленты, чтобы нанести слой джема сверху. Все делается на одной машине. Вначале она кладет ровный слой крема. Затем добавляется клубничный джем. Потом их начинают сворачивать. Одна сторона бисквитной ленты попадает на металлическую направляющую. Она поднимает бисквит и сворачивает его по краям. Затем бисквитная лента попадает на вторую направляющую, которая еще больше сворачивает ее. Затем машина разрезает ленту на отдельные рулетики. Автоматическое устройство придает рулету конечную форму. Последний штрих для идеального пирожного. Рулетики попадают на конвейерную ленту, которая ставит их ближе друг к другу. Они подготавливаются для следующих старей производства. Затем они обливаются сиропом со вкусом клубники. Этот липкий слой выполняет роль съедобного клея. И сверху они посыпаются кокосовой стружкой. С конвейерной лентой стряхивается все лишнее. Затем все это, как и лишний клубничный сироп, вновь загружается в машину. Если у вас от всего этого еще слюнки не потекли, то посмотрите на следующее пирожное. Это пирожное с шоколадным кремом, покрытое шоколадом. Производство начинается в миксере, где смешиваются яйца, растительное масло, мука, сахар, вода, глюкоза, жидкий подсластитель и кокосовая пудра. Миксер в течение минуты на высокой скорости смешивает ингредиенты. Затем взбитое тесто закачивается в машину, которая выдавливает тесто в формочки для пирожек. Затем формочки по конвейерной ленте передаются в печь, где тесто выпекается в течение 7 минут. Чтобы достичь необходимой текстуры, нужен определенный способ выпекания. Как только лотки выходят из печи, робот переворачивает пирожные, они снова попадают на конвейер. Пустые лотки с формами передаются на другой конвейер, который доставляет их к печи, чтобы поместить в них тесто. Затем пирожные переворачиваются правой стороной вверх и подаются на проволочный конвейер. Циркуляция воздуха между проволоками остужает пирожные. Следующая машина подготавливает пирожные для дальнейшей обработки. Вначале тонкие лезвия разрезают пирожные напополам. Затем всасывающие насадки снимают верхние половинки и помещают их рядом с нижними. Далее машина выдавливает порцию кремового наполнителя на каждую нижнюю половинку. Крем имеет консистенцию примерно как у маргарина. Он выдавливается из трубы, расположенной над каждым пирожным, а проволочный резак отрезает кусочек толщиной примерно 6 мм. Далее всасывающие насадки выкладывают верхушки обратно. Затем пирожные сверху и с боков поливаются горячим шоколадом. В то же время пирожные проходят через ванну жидкостью, которая покрывает их снизу. Воздушные струи сдувают все лишнее. Пирожные проходят через охлаждающий туннель, и шоколадная волочка сверху затвердевает. Затем их перемещают в отдел упаковки. Пирожные выкладываются на лист полипропиленовой пленки. Машина запечатывает его, затем разрезает пленку между пирожными. И они сохраняются свежими, пока не придет время перекусить.